Играет музыка Играет музыка Играет музыка Здравствуйте! Здравствуй! Кошка! Вот так вот, друзья, к нам приехала наша сервалюха, про которую я так давно уже рассказывал всем. И вот такое вот у нее новое место. Сейчас пока она обживется и привыкнет к новому месту и к новым людям, она поживет вот здесь вот. Так, сейчас немножко расскажу. Сейчас я вам немножко расскажу про нее, как она у нас появилась. Вот она балуется, три часа поездки в машине, ее, кажется, не очень напрягли, и это совершенно замечательно. Да, сервалюш? Да, это девочка. Ну ты такая, ой, 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 ой. Вот эта сервалюша родилась, то есть у нее задняя часть была парализована после рождения, и через несколько дней у нее начало только двигаться задние ножки и хвостик. Ну, соответственно, ветеринар ей поставил диагноз перелом таза. Ну, не совсем неизвестно, то есть это прям врожденный в процессе родов или мать ее с ней как-то не очень хорошо обращалась. Вот, но там, в принципе, с этими родами были большие проблемы, потому что вот родилась она, вот такая вот полупарализованная, девочка такая полупарализованная, а через четыре дня, через четыре дня родился брат, то есть у нее брат, но он уже, он умер сразу же. То есть то ли после родов, то ли он умер во время родов, то есть там что-то было не так вообще с беременностью, ну, может быть, они лежали как-то неправильно или еще что-то. Вот, поэтому сейчас пока вот у нас такая маленькая будет клеточка для нее, потому что я хочу застелить все матами, чтобы она не очень скользила, потому что, ну, ей вот важно, да? Ой, 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 вот, вот, потому что она скачет, но она, она ходит, но она валкая, шаткая, падает, падает часто. Вот, поэтому пока что пространство будет небольшое. Господи, ну слезай же ты, что ж ты делаешь-то, стойкий оловянный солдатик. Вот, и то есть пока вот такая будет клеточка с матами, чтобы она не скользила, а еще что с ней приключилось, потому что она сейчас у нас болеет, ее, то есть вот у нее там под хвостом, там участок некроза, то есть там отмерла кожа у нее, и ветеринары, здесь ее водили к ветеринару, сейчас ее лечим, и ветеринар сказал, что, ну, происхождение, происхождение некроза точно неизвестно, но вероятность есть, что ее укусил клещ. У нас есть такие тут большие клещи, вот от которых может оставаться, начинаться такие, такие некрозы. И вдобавок ко всему, вот раньше она жила, у нее был песчаный пол в вольере, и, возможно, еще песок просто, который попадал в язву, тоже усугублял ей ситуацию. Поэтому вот я сейчас хочу, наоборот, все застелить матами, сейчас сверху мы еще травы принесем, чтобы она маты эти не теребила. И, то есть я хочу сейчас, чтобы не было песка, чтобы у нее вот ей под хвост ничего не набивалось. И пока мы ее лечим, вот она поживет здесь, ну, и пока она привыкает к новому месту, к новым людям, к новому климату немножко. Вот здесь похолоднее, ну, это зимой еще будет, зима еще не скоро. Вот, а дальше я планирую, что мы ее скорее будем брать на прогулки, потому что вот есть один плюс в ее, в ее таком состоянии с задними лапами, что она убежать не может, вот, то есть не бывает, не может быть такого, что она испугалась и метнулась куда-то. Вот, поэтому с ней будем ходить на прогулки, но сначала ей нужно поправиться, и тогда мы уже придумаем, там, может быть, купим ей GPS-ошейник, чтобы она не потерялась. Вот такая вот у нас сервалюша. Так, имени пока нету, насчет имени мы будем думать. Вот. Вот, вот такая вот у нас история. Да. Девочка ласковая, вот к нам видим, что никого не боится. То есть даже новых людей, меня она уже, меня она видела, то есть меня она знает. Так вот, познакомьтесь, это Мадлен, она дипломированная ветеринарная сестра, и вот когда меня не будет, она будет присматривать и все процедуры делать, которые нужны сейчас. Мадлен, ты будешь выглядеть хорошо после этого сервуса? Я точно не могу. Спасибо. Мне очень много помощи. Да. Она выглядит очень красиво. Она очень красивая. Она очень красивая. И она очень счастливая. Она очень социальная. Да. Так что Мадлен будет присматривать. То есть я сейчас неделю буду с ней, чтобы убедиться, что мы делаем все правильно, все процедуры. Ну, то есть какие тут процедуры. Два раза в день ее нужно мыть дезинфектантом. И после этого давать ей подсыхать и мазать мазью. Ну, тоже, то есть антибактериальной мазью. Вот, собственно, и все. И оно должно дальше само зарасти. Вот. То есть я смотрю, что она хорошо, она хорошо поладила с Мадлен. И значит, что с ней можно будет, можно будет за ней нормально ухаживать. Вот. Вот такие вот у нас пироги. Вот такие у нас новости. Вот. Она прекрасно осваивается на новом месте. И это через сколько? Всего через 10 минут после того, как она вылезла из коробки. То есть вообще никаких стрессов. А потом, когда она выздоровеет, мы придумаем для нее вольерчик побольше. Обязательно. Но вот сейчас пока пусть она лучше в контролируемых условиях побудет. И не очень контактирует с землей, чтобы ей вот туда, в эту ранку, ранку не набивалось. Кош, Кош, ну ты себя береги, да? Ты у нас птица молодая, птица сильная. Вот. Ну да, на голову ты у нас тоже смешная. Сумасшедшая. Сумасшедшая. Кот. Ну я рад, что ей тут хорошо. Сейчас мы ей еще травки принесем. Вот. Нужно придумать водичку, чтобы у нее была так, чтобы она в нее не падала. Что-то висячее такое. Вот. Вот такая у нас кошка. Вот такая. Ласковая кошка. Очень лично такая ласковая сервалюха. Прям невероятная. Прям невероятная сервалюха. Иди кусачий. Кусачий. Кошка сумасшедшая. Вот так что, сейчас она просто успокоится. Немножко, может быть, поезд попозже. Ну что там такое? Там люди какие-то ходят, да? А они тут работают. Тебя никто обижать не будет. У них тачка. Тачка. Там тачка едет. Все, вот у тебя домик. Сейчас только мы тебе травку туда постелим. Да? Кош. Коша. Кошенька. Кошенька. Алло. Ну вот сейчас сегодня еще купим траву. Прям тюк. Для нее сюда насыпем. И будет все хорошо. И придумаю, как воду тогда ей ставить. Потому что хочу, чтобы вода была как-то вот так вот. Чтобы она висела. Чтобы кошка в нее не наступала. Не падала. Вот так как-то. Вот. Скажи, обязательно вот воду лапы мочить в воде? Тебе от этого чего? Кош. Иди сюда. Иди. Иди. Иди сюда. Оть. Продолжение следует... 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 вот и моя хорошая ты хороший сервале я самые красивые глазки все говорят что мы кусаешься больно не надо так не надо так ой ой сервале ухо что такое ну что так что-то ну что сейчас паку сейчас все покормим сейчас покормим еще раз что что сервале ухо так ты где вон там сервале ухо тоже погулялся чуть-чуть да сейчас сейчас до выздоровеешь да сейчас до выздоровеешь по и будем с тобой больше гулять до окна не надо сильно кусаешься ты вот как как бы тебе нужно нельзя так кусаться нельзя ты больно кусаешься достаточно не очень но достаточно пум